Зачем мне, маме четверых детей, счастливой жене, бизнес? Зачем мне двигаться, зачем мне добиваться чего-то? Зачем я занимаюсь гражданскими инициативами, благотворительными проектами? Что меня заставляет подниматься каждое утро? Почему я двигаюсь? Для чего все это? Ведь у моего мужа все прекрасно с его бизнесом, и вопрос финансового обеспечения передо мной не стоит. И ответ на этот вопрос очень прост. Я реализую свои собственные мечты. Я самореализуюсь в своей работе, и это то, что меня вдохновляет, то, что меня заставляет двигаться дальше. В моей жизни было много разных периодов, в том числе и был пятилетний период американской жизни. Я должна быть откровенна с вами. Я была отчаянной домохозяйкой. Помните фильм «Отчаянные домохозяйки»? Вот я была настоящим примером, да, то есть я могла спокойно сниматься в этом фильме. Самые лучшие пироги пеклись в нашем доме. Мои дети получали самые красивые, самые здоровые с собойки. Конкурс пряничных домиков. Да, пожалуйста, конкурс пряничных домиков. Видите, следующий слайд. Видите, вот эта фотография нашла, это мой собственный пряничный домик. Когда в нашем Нейбохуде, в нашем районе объявили конкурс перед Рождеством, я решила, почему бы не поучаствовать. Мною была куплена книжка «Архитектура пряничных домиков». Я ее изучила от начала до конца. После этого я нашла пример дома викторианского стиля в Бустоне. Через специальный сайт я заказала выкройки этого дома. Мне прислали. И после этого на неделю моя семья забыла, что такое домашнее питание. Потому что я полностью погрузилась в творчество. И, собственно, результат этого творчества вы видите здесь. К сожалению, в том конкурсе любительском я не заняла никакого места. Мне жюри сказала, что мой домик выглядел слишком профессионально. Но гештальт я закрыла, когда я переехала в Минск. Два года назад я организовала конкурс «Фестиваль пряничных домиков уже в Минске». И отыгралась как организатор, как член жюри. А вот сейчас вам покажут следующую картинку, счастливую, рекламную. Я была по ту ее сторону. У меня был большой дом, званые ужины. Дети мои ходили в самые лучшие американские частные школы, в которые нужно записываться еще во время беременности. Я была классическая сокер-мама. У американцев есть такое понятие «сокер-мама». Это та женщина, которая сидит дома. И так как в Америке нет общественного транспорта практически, то все время я занималась тем, что возила детей в школу, возила их на кружки, в том числе и на занятия спортом. Поэтому отсюда и эта сокер-мама. Цель жизни этих мам — быть успешной, социально адаптированной в глазах соседей, подруг, других школьных мам. Быть успешной в школьной комьюнити. Я через это все прошла. Входила в самые популярные школьные комитеты. В американских школах нужно обязательно быть волонтером. Начинается все с затачивания карандашей. А верх социальной лестницы — это комитеты по стратегии. Я добралась и туда. И, в принципе, с точки зрения американской мечты, я была полностью социализирована, и у меня было все. Но чувствовала ли я при этом себя счастливой? Вот это очень хороший вопрос. Каждое утро я просыпалась, одевала свою красивую спортивную форму, везла детей в школу. Были у меня и посиделки с подругами Girls Night Out, и был широкий круг друзей. Собственно, было все. Но я себя ощущала, как белка в колесе. У меня было ощущение, что опять начался очередной день сурка. И этот день сурка повторяется, повторяется, повторяется. Я вдруг начала скучать по своей агентской жизни. До этого у меня было 6 лет агентства в Беларуси до переезда. Я начала скучать по стрессам, я начала скучать по большим проектам, я начала скучать по занудливым клиентам, потому что бывают такие тоже. И тогда начался в моей жизни новый период. Я решила, что у американской мечты есть же и вторая сторона, которая связана с профессиональной реализацией. Американская мечта — это о том, что у всех есть равные возможности, и каждый может реализовать свою мечту. Да, next exit — American dream. Это было про меня. Что за моими плечами было? За моими плечами был 6-летний опыт работы, как я сказала. Было порядка 10 крупных проектов с крупными мировыми брендами. И мне казалось, что это неплохо для начала, что я должна быть достаточно успешна на американском рынке хайринга. Реальность оказалась другой. Для начальных позиций, которые меня интересовали, должности PR-менеджера, мне говорили, что я overqualified, то есть слишком много у меня компетенций. Для позиций менеджерских, которые меня интересовали, мне говорили, что у меня нет американского опыта. Собственно, отсюда вопрос, а как мне его получить, если никто меня не берет на работу? Так продолжалось практически полгода. И когда, наконец, я получила заветное предложение о работе возглавить небольшое Денверское пиар-агентство, я вот таким опытным путем узнала об американской трудовой этике. Оказывается, кроме 8-часового рабочего дня я должна оставаться дольше на рабочем месте. И на самом деле никакой не 8-часовой рабочий день. Это 12-14 часов. Это работа по вечерам. Это работа по выходным. И тогда я уже была мама троих детей, и я не могла себе позволить такого расписания. Мы с мужем, смеясь, называем Штаты трудовым лагерем с усиленным питанием. На самом деле это так. И о том, как много и усердно работают американцы, к сожалению, в нашей культуре не так много рассказывают. И не рассказывают о том, что США, равно как и страны Европы, это общество с достаточно высокой стратификацией. Можно много двигаться из одного по горизонтали. Очень много разных вариантов. Ты можешь быть хиппи, ты можешь быть домохозяйкой. Но по сути это все о движении в одной плоскости. Для того, чтобы двигаться дальше, двигаться по вертикали, нужно приложить очень большие усилия. И это делать безумно сложно. Очень мало у нас рассказывают о культурных различиях. Я приехала в Штаты уже человеком сформированным, с достаточно большим багажом за своими плечами. И это, конечно, мешало адаптации. Поэтому, как правило, успешными людьми с точки зрения американской мечты, то есть теми людьми, которые достигают вот этой американской мечты, становятся либо иммигранты во втором поколении, то есть дети иммигрантов, либо ребята, которые переезжают в студенческом возрасте. Что такое американская мечта? Я поискала и нашла небольшую инфографику для вас. Каждый вкладывает в нее свое понятие. Можно показать следующий слайд? Как правило, американцы под статистические данные показывают, что американская мечта — это мечта о своем доме, о стабильном будущем для детей и счастливом будущем. И когда я думаю об американской мечте в моем абсолютно субъективном ее восприятии, я вспоминаю два примера. Я вспоминаю о нашем друге Максе и об одном иранском дедушке. Наш друг Макс — бывший студент Нархоза, который вместе со своей будущей женой Наташей уехали в Штаты после третьего или четвертого курса. Сейчас Максу 33 года, у него несколько успешных бизнесов, у него строительный бизнес, у него магазин и производство облицовочных материалов, и на Максе работает порядка 190 человек. Макс очень успешен по американским меркам, да, в принципе, и по любым меркам на свои 33 года. И при этом Максим — такой пример трогатоголизма, упорства, желания достичь очень многого. Был ли бы Максим успешен в Беларуси? Безусловно. При таких усилиях, которые он прилагает для того, чтобы реализовывать все свои мечты, он, естественно, был бы успешен в Беларуси. А второй пример, который я хочу вам рассказать, это пример одного иранского дедушки, который работает в магазине «Костка». Туда я ездила каждую неделю. И магазин — это такой большой магазин распродаж, полуоптового типа. И с этим иранским дедушкой мы часто разговаривали. Он работал в отделе дегустаций. Одну неделю я пробовала у него чипсы, другую неделю я у него пробовала новые йогурты. И как-то мы с ним разговаривали. Я спросила, что его привело в Штаты, как он здесь оказался. И он мне поведал свою историю. Передо мной стоял доктор наук, ядерщик из Тегерана, который бежал и который 12 лет назад оказался в Штатах. Так как он не знал английского языка, и этого английского языка не знал никто из его семьи, а семью нужно было кормить, он пошел работать разнорабочим в корпорацию «Костка». Он получал 7,99. И вот по прошествии 12 лет он выучил английский язык, и теперь он в повышении. Он работает на дегустациях, а это одна из самых высокооплачиваемых работ в магазине. И получает он 15,99 в час. Естественно, как и все американцы, с этих денег он платит налоги почти 30%. Я вернусь к своей истории. Итак, у меня было полгода отчаянных поисков работы. Они не увенчались успехом, как я вам рассказала. И тогда я пришла к выводу, что нужно что-то делать с собой. Я достаточно хорошо знала IT-рынок белорусский, и за год нетвекинга я достаточно хорошо понимала, как работает американский пиар-рынок. И так появилось мое маленькое, но очень гордое американское пиар-агентство. Я начала помогать, и сейчас помогаем белорусским IT-компаниям с продвижением на американском и на британских рынках. Ну а затем так получилось, что по семейным обстоятельствам мы вернулись в Беларусь. И два с половиной года назад у меня появилось агентство PRCI Storytellers. Агентство небольшое. У нас 9 человек в штате, и 15 человек примерно работают на нас на аутсорсе. Но зато у нас есть проекты, которыми мы гордимся. На прошлой неделе два наших проекта были признаны лучшими фондом идеи в конкурсе проектов по корпоративной социальной ответственности. Наша команда этим летом едет в Каны, и мы будем представлять Беларусь в категории пиар на фестивале молодых львов. Что меня бодрит в Беларуси? Почему здесь я себя чувствую более реализованной? Здесь нет уверенности в завтрашние дни. Я не уверена в будущем моих детей. Но я точно знаю, что если в Беларуси работать как американцы, ты точно станешь первым в своем деле. И точно в Беларуси у меня никогда не возникает дня сурка. Конечно, в нашей стране есть кризисы сурка, но вот дней сурка точно здесь нет. У каждого своя мечта. И мне кажется, что американская мечта это всего лишь навязанный стереотип. Знаете, это такое вот... Ну, удобно думать, что есть какая-то мечта, с которой стремится целое поколение. Это хорошая часть идеологии, но всего лишь идеология. И я всегда спрашиваю себя, что вдохновляет лично меня. Когда я занимаюсь тем или иным проектом, я стараюсь к себе прислушаться и спросить, легко ли мне вставать утром, радостно ли мне ехать в офис, приятно ли мне работать с тем или иным заказчиком. Хочу ли я реализовывать тот или иной проект, вдохновляет ли он меня. И вот этот простой способ помогает мне понять, занимаюсь ли я своим делом, реализую ли я свою мечту. Вот. А в конце своего выступления я хотела бы сказать такую вот маленькую поговорку американскую, которая мне безумно нравится. Так, кстати, там была карта моего маленького, но гордого агентства. To stop to smell flowers. Остановиться, чтобы вдохнуть аромат цветов. Мне кажется, что в жизни важно останавливаться и спрашивать себя, занимаюсь ли я своим делом. Спрашивать, а что же на самом деле является моей мечтой. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за внимание.